Приветствую всех на канале Есть-Поесть! И сегодня пеку необычный, восхитительный, по-настоящему осенний торт. Он получается очень нежным, тающим во рту, наполненный ароматами пряностей и меда. Готовится очень быстро и просто. Времени на пропитку требуется совсем немного. Забегая вперед, скажу, что как такового вкуса тыквы здесь не чувствуется. Все очень гармонично сочетается между собой, рождая необычный, невероятный вкус. А список ингредиентов открывайте под описанием к видео. В первую очередь, любым способом нужно довести тыкву до полной готовности. Я предпочитаю в мультиварке на пару. И при помощи погружного блендера превращаю ее в пюре. 120 граммов перекладываю в отдельную посуду, остальное оставляю для крема. В эту же посуду добавляю сахар, немного соли, молотый имбирь, корицу и кардамон, а также натуральный мед, сливочное масло и яйца. В подходящую кастрюльку наливаю воду, сверху устанавливаю миску, она обязательно должна быть жаропрочной. Отправляю на умеренный огонь и при непрерывном помешивании дождусь, пока все компоненты растворятся и масса станет однородной. После этого досыпаю сюда чайную ложку без горки соды, хорошенько размешиваю и продолжая размешивать, буду держать на паровой бане до тех пор, пока масса не посветлеет и не станет пышной. Ну вот спустя 7-10 минут содержимое немного увеличилось и по структуре стало похоже на пену. Далее прямо в горячую массу постепенно подсыпаю муку и хорошенько размешиваю. Друзья, у меня на канале уже есть несколько рецептов очень вкусных медовых тортов. Ссылки на эти рецепты, смотрите под описанием. Когда тесто загустеет и его уже невозможно будет размешивать венчиком, я беру лопатку. Далее немного муки высыпаю на стол, выкладываю тесто и слегка вымешиваю его руками. Тесто должно оставаться нежным и не перенасыщенным мукой, поэтому контролируйте ее добавление. При помощи весов поделю тесто на 7 равных частей и с каждой скатаю шарик. Беру лист пергамента, слегка присыпаю его мукой, выкладываю тесто, сверху тоже присыплю мукой и раскатываю в тонкий пласт. Я ориентируюсь на дно от формы диаметром 18 сантиметров и раскатываю чуть-чуть побольше. Перекладываю корж на противень и отправляю в разогретую до 180 градусов духовку, примерно на 4-5 минут. Вы ориентируйтесь по своей духовке, не передержите, чтобы корж не засох. Как только достаю, сразу обрезаю края по форме. Таким же образом выпекаю остальные коржи. После этого выкладываю все обрезки на противень и еще подсушу в духовке. Потом блендером измельчу их в крошку. Тем временем сделаю крем. Для этого желатин заливаю водой и готовлю его согласно инструкции на упаковке. 200 граммов тыквенного пюре засыпаю сахаром. Размешиваю и пока отставлю в сторону, чтобы растворился сахар. К сметане добавляю ванильный сахар и немного взобью миксером, чтобы она стала попышней. Конечно, сметану лучше брать с высоким процентом жирности. У меня 26. Затем отправляю сюда пюре с сахаром, остывший желатин и немного все взобью. Крем получается очень вкусным, как десерт. Если вы считаете, что он жидковат, уберите ненадолго в холодильник. Итак, первый корж выкладываю на блюдо. Вокруг устанавливаю кольцо. Как я уже говорила, диаметр 18 сантиметров. Выкладываю немного крема и распределяю. Далее следующий корж. Немного прижму. Опять крем. И таким образом собираю весь тортик. Если хотите, верхний корж можно не покрывать кремом. Сверху поставить груз и убрать в холодильник. Но лично меня не смущают небольшие неровности между коржами. Поэтому я сразу промазываю и сверху. Отправляю в холодильник на 1,5-2 часа. Затем аккуратно пройдусь ножом по кругу и уберу кольцо. Просто заглаживаю бока ножом. Если хотите, можете оставить крем и промазать их. Сверху посыпаю крошками из обрезков. Все, тортик готов. Можно резать и подавать. Какой он нежный. Посмотрите, как режется. Отрезаю кусочек. Все буквально благоухает медом и пряностями. Сразу возникает вопрос, а похож ли этот торт на медовик? Что-то общее безусловно есть. Угадывается медовая нотка и структура немного похожа. Такая же нежная и тающая во рту. Но благодаря добавлению тыквенного пюре и пряностей, вкус все-таки немного другой. Более необычный и свежий, я бы сказала. В общем, тыква вносит новизну в этот тортик, но ничем себя не выдает. Она здесь вообще не чувствуется. Если вам понравился рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите в комментариях, заинтересовал ли вас такой десерт и будете ли вы его печь. В плейлисте выпечка смотрите еще больше, не менее интересных и вкусных десертов. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео.